Дом за мешок пшеницы или кусок серебра. Так начиналась эволюция денег в Древней Руси. Потом были монеты разного достоинства, а 250 лет назад появились первые бумажные купюры в корне, изменившие платежную систему страны. Ассигнации как таковые деньгами-то и не являлись. Это были всего лишь бумаги, подлежащие размену на монету. Лишь полвека спустя российские банкноты стали отдаленно напоминать привычные денежные знаки. На них появились государственный герб и лаконичная подпись «Первые защитные знаки». Они стали приобретать другой вид. В них появилось больше цвета, больше краски, а также появились портреты великих людей России того времени. На купюре номиналом 5 рублей изображен Дмитрий Донской. За два с половиной века бумажные деньги неоднократно меняли свой внешний вид, размеры, номиналы и ценность. Многие стали частью истории. А крымская тематика – отдельным полем для творчества банкеров. Причем воплощают свои идеи не только в бумажном виде. В России часто можно встретить редкие монеты. Среди них и та, что была выпущена в декабре 2015 года в количестве тысяч штук. Она посвящена Артеку, сделанная из серебра 925-й пробы. К сожалению, сегодня такие можно приобрести только у нумизматов за 30 тысяч рублей. Среди особо ценных и монет в форме Крыма. Правда, не российского образца. Она выпущена в Новой Зеландии. Ее номинальная стоимость – 1 доллар. То есть не только наша страна. Россия выпускает монеты, посвященные Крыму. Среди шедевров – полиграфического исполнения купюр и пластиковые банкноты. Они были выпущены России к Чемпионату мира по футболу. Такие платежные знаки в 2,5 раза долговечнее бумажных аналогов, так как не боятся ни воды, ни грязи. Вот такие деньги я привезла из командировки из-за границы. Они сделаны из полимерной пленки. Их можно мять, можно стирать. При этом невозможно порвать. И Россия – одна из тех стран, которые планируют в ближайшее время перейти на пластиковые купюры. При этом Центробанк не планирует ставить крест на бумажных деньгах. А наоборот, всячески их улучшает. Купюры меняют дизайн и защитные знаки. А чтобы отличить настоящие деньги от поддельных, разработано приложение, которое достаточно установить на мобильный телефон. С Илья Салямова, Владислав Мошек. Утро нового дня.